здравствуйте дорогие зрители рада приветствовать вас на своем канале мы друзья находимся в киевской области 2023 год 1 декада марта идут обработки полным ходом обрабатываем весь сад также будем в этом году ранее весной обрабатывать голубику бордоской смесью как приготовить бордоску смесь я дальше видео покажу также обрабатываем ежевику по голой лозе обработки бордоской смесью трехпроцентной проводим до распускания почек но и желательно чтобы уже ночью не были сильные морозы когда морозы 12 минус 1 2 градуса я начинаю обработку всего сада трехпроцентной бордоской смесью обрабатываю сливы розы обязательно вот голубика посажена посадочные ямы это голубика горшках прошлогодняя посадка позднее осенняя саженцы двухлетнего возраста по два мешка горшок 80 литров пошло земли рыжий торт за зиму земля просела немножко ну получилось весной мне очень удобно вносить удобрения также для поддержания кислотности несла серу гранулированную в этом году и сверху буду досыпать землей не забудьте подписаться на канал следующее видео будет более подробная информация также обрабатываем обязательно персик бордоской жидкостью также будет обрезка персика следующем видео в этом году у меня четвертый год от посадки персиком буду оставлять немного на плодоношение поэтому обрезку буду проводить уже при цветении обязательно обрабатываем виноград по голой лазе и клубнику и и будем готовить трехпроцентную бордоску смесь для обработок для приготовления бордоской жидкости я набрала 10 литров воды из них взяла полный чайник довела воду до кипения и разделила два пластиковых ведра в одно ведро буду добавлять медный купорос 300 грамм во второе ведро с горячей водой 400 грамм извести высыпаем медный купорос он голубого цвета на улице прохладно вода быстро остывает поэтому нужно побыстрее возможно лучше даже вот как бы для перестраховки медный купорос можно и в теплой воде а вот известь желательно в очень горячий поэтому может быть чайника чуть позже выливайте воду чтобы она была для извести очень горячая тщательно медный купорос размешиваем чтобы все кристаллики у вас растворились на дне ведра никаких крупинок не было и добавляем воду до половины ведра из того ведра что вот мы набрали то есть практически до 5 литров нужно добавить воду с общей емкости с очень сильный ветер и дергается камера медный купорос у нас готов раз мы уже его развели повторяю будем разводить известь поэтому постарайтесь чтобы вода вот была только-только вот щайника горячая высыпаем известь воды так литр 2 литра вот то что если меньше она плохо растворяется так чтобы жидкость была все-таки от литра до 2 больше тоже нежелательно также все тщательно будем размешивать чтоб все крупинки у нас растворились максимально конечно известь как не раствориться как медный купорос размешивайте получается вот такой вот известковое молочко кашица такая вот сначала малом количестве и очень удобно разводить и также добавляем остальную воду доводим до пяти литров потом просто воду добавим на уравнение и в медный купорос и вы здесь так что получилось 5 литров одном и во втором ведре все тщательно будем размешивать ставим друшлаг марлю 2 в 4 слоя и будем известковое молочко процеживать через марлю я процеживаю два-три раза то есть один раз процедила марлю сполоснула постирала и процеживаю еще один-два раза это для того чтобы у вас опрыскиватель не забивался но для того чтобы он стопроцентно не забивался дайте немножко раствору когда вы уже его разведете постоять он войдет в реакцию и возможно если у вас что-то осталось на дне не перемешивайте когда будете выливать его опрыскиватель все останется внизу чистое сольете опрыскиватель я дальше покажу ну если вот может первый раз у вас не получилось что-то в любом случае обработка будет полезной так как мы будем обрабатывать по голой лозе по спящим почкам все будет у нас хорошо теперь в известковое молочко тонкой струйкой вливаем медный купорос и перемешиваем и так как я уже сказала ранее чтобы вступила в реакцию немного даем постоять обрабатываю я растения ранним утром бордовская смесь трехпроцентная имеет защитное действие в среднем 30 дней не смывается дождями также я обрабатываю весь сад сливы яблони все плодовые деревья в общем до распускания почек трехпроцентная бордовская смесь работает после распускания если вы захотите обработать нужна одна процентная бордовская смесь обязательно друзья проводите раннюю весеннюю обработку бордовской смесью не пропустите ее это очень важная обработка в дальнейшем вам будет легче работать с растениями и будет меньше проблем до новых встреч пока пока мои дорогие